Друзья, приветствую вас на канале Артмастерия. Сегодня мы хотим представить вашему вниманию еще один формат роликов. Ролики, где мы будем рассказывать об идеях музыкантов, которые не боятся экспериментировать, удивлять своим творчеством и различным порой поражающим воображением и слух звучанием. Рыцарь Оранжевого Ордена в 1916 году после опроса крутого английского издания Mixmag был признан лучшим диджеем всех времен. И многие, наверное, уже догадались. Это, конечно же, Тиеста! На пике своей карьеры он ассоциировался с мегапопулярной тогда транс-музыкой. А его трек Adagio for Strings занял второе место в опросе самых величайших треков в истории электронной музыки, проводимого тем же Mixmag. Но сам Тейст заявлял, что в какой-то момент транс-музыка ему наскучила, и никто не мог ему запретить творить в других жанрах. Когда весь мир пал под популярностью Электрохауса, он выпустил альбом «Калейдоскоп», в котором еще присутствовало и рок, и инди, и поп-звучание. И здесь нельзя не вспомнить гениальный трек «I Will Be Here». Когда популярность Электрохауса пошла на спад, Тейст продолжил свои эксперименты со звучанием и выпустил сингл «Джеки Чан». Ну а сейчас, в эпоху засилия коммерческого звучания Дипхауса, старичок Тейст не перестает радовать нас отборными хитами, среди которых «Зе Бизнес» и вышедший совсем недавно «Дон Бишай». Есть еще порох в пороховницах, как говорится. А теперь давайте обсудим отечественного производителя. Ну или почти. Иван Александрович Еремин, он же Иван Дорн. В 2010 году начал свою карьеру, выпустив целую вереницу хитов, таких как «Стыд за мэн», «Бигуди», «Северное сияние». Покорив всевозможные чарты на всем постсоветском пространстве в 2017 году, пустился в большую авантюрную историю под названием «Жизнь», «Творчество» и «Запись альбома в США». Кардинально изменив формат как внешний, так и внутренний, он выпускает англоязычный альбом «Опен Де Дорн», в котором можно отметить своеобразную и оригинальную композицию под названием «Коллаба». Альбом получил неоднозначные отзывы критиков и слушателей, но всем запомнился умопомрачительным смешиванием стилей и мощной энергии. А чуть позже был записан сингл совместно с «Дипло» «Stay Open». «Дипло» — крутой музыкант и диджей, участвующий во многих музыкальных проектах. Они как попсовые, так и электронные. Например, «Мейджор Лейзер» или «Джек Ю», которые они запустили с еще одним очень крутым соотечественником. И это — «Сони Джон Мур», более известный по сценическому псевдониму «Скрилекс». Американский музыкант, продюсер, диджей, а также фронтмен рок-группы «From the First to Last». Из этого представления уже понятно, что человек просто создан для музыкальных экспериментов. Он был признан одним из самых высокооплачиваемых диджеев мира. Несколько раз был номинирован на премию «Грэмми». И как раз вместе с Диплом они победили в двух номинациях на 58-й церемонии премии «Грэмми». Взяли статуэтки за альбом «Джек Ю» в категории «Лучший танцевальный электронный альбом». А трек «Where You Now» победил в категории «Лучший танцевальный трек». Немного подробнее о рок-музыканте по имени «Сони». В 2004 году он начал карьеру вокалистом рок-группы «From the First to Last». Карьера складывалась достаточно успешно. Были альбомы и туры. Но с началом проблем с голосом и последующей операцией «Сони» объявил об уходе из группы и начале сольной карьеры. А в 2008 году в клубах Лос-Анджелеса начинает выступать «Скрилекс». И это уже имя настоящей легенды электронной сцены. Его неповторимое звучание в стиле даб-степ, или точнее бро-степ, приводит его к многочисленным номинациям на премии Грэмми и мировой славе. Однако музыкант и по сей день не перестает экспериментировать со стилями и выпускает совсем неожиданные треки. Но что мы все о номинантах Грэмми? Есть и менее интересные, но не столь титулованные музыканты. Например, несостоявшиеся участники Евровидения. Little Big – российская панк-рэйв-группа, которая в прошлом году от России выдвигалась на песенный конкурс «Евровидение». Коллектив был основан музыкантом-блогером Ильей Прусикиным и режиссером Алиной Пязок. Группа впервые заявила о себе 1 апреля 2013 года, выпустив на YouTube клип «Everyday M Drinking». Спустя три месяца, 2 июля 2013 года, в клубе А2, коллектив провел первое публичное выступление на разогреве у безбашенных «Дай Антворд». Может, отчасти из-за этого их назвали русским аналогом южноафриканского дуэта, хотя стили музыки у них достаточно разные. Но, к удивлению многих, кто не слишком близко знаком с биографией Ильи Прусикина и команды, практически весь нынешний состав группы начинал свою музыкальную деятельность с альтернативного рока в начале нулевых. Это музыканты Джен Эйр, вполне успешной альтернативной рок-группы, активной до сих пор. Сначала в качестве диджея пришел бас-гитарист Сергей Гок Макаров. Играть рейв в свое удовольствие. Позже он пригласил Антона Лисова, так как его энергетика отлично подходила группе. Теперь клоун с черными губами еще и пел. Вокалист Джен Эйр вписался в проект «Как нельзя лучше». Ильич и компания стали популярны со своим хардстайлом сначала в Европе, где завоевали репутацию безбашенных рейв-артистов. Позже их популярность уже катком прокатилась по всему миру, что позволило им уже начать экспериментировать со стилями и формами звучания. Фестивалью Евровидения они подготовили трек «Уна», который имел достаточно коммерческое звучание для возможности участия. Затем появился трек «Хипно-дэнса», схожий с ним по стилистике. И закончили они этот эксперимент вообще кавером на трек «Everybody» группы «Бэкстрит Бойс», который получил совсем неоднозначный отзыв. Ну и как же не вспомнить в нашем выпуске о крутых электронных музыкантах лучшего диджея по версии журнала «Диджей Мак» на сегодняшний день – Дэвиде Гетте. Тем более, что он еще тот экспериментатор. Можно начать с рассказа о начале его карьеры, когда, играя в клубах Парижа «Хауз-музыку», он выпускает трек под названием «Нейшн Рэп». Здесь название говорит само за себя. Затем вся его музыкальная деятельность строится на хауз-музыке, ориентированной на массового слушателя. Но в 2018 году известный диджей Дэвид Гетте заявил, что будет выпускать свои треки под псевдонимом «Джэк Бэк». «Я начинал с хауза, играя на рейвах и в андеграундных клубах Парижа. И сейчас мне хотелось записать треки просто для удовольствия, не задумываясь о коммерческой стране. Хочется сочинять музыку, которая мне нравится», – сказал диджей в интервью. В сентябре у Дэвид Гетте вышел альбом «Семь», и вторая часть пластинки – это миксы под псевдонимом «Джэк Бэк». Ну и напоследок самое сладкое. Это воссоединившиеся после нескольких лет молчания легендарные «Суидиш Хаус-мафия». Аксвелл, Стефанджело и Себастьян Игроса покорили весь мир своим прогрессив и электрохаус звучанием. Собирали стадионы под свои великие треки, такие как «Don't You Worry Child», «Save the World», «One». А после воссоединения не побоялись выпустить треки в совершенно неожидаемом от них стиле. Они подчеркивают то, как важно идти в ногу со временем и понимать современные запросы публики. Посмотрим, что будет содержать в себе альбом, который все так ждут в конце этого года. Кстати, два сингла называются «Lifetime» и «It's Get Better» выпустили шведы на своей странице в Ютубе. И мы думаем, 10-15 миллионов просмотров не так много для такого качества музыки. Ну а вы, дорогие друзья, сможете найти ссылки на эти треки в описании под нашим видео. А также там есть еще много чего интересного. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Всем хорошего звука!